Слаймовый остров в космосе? Это офигеть! Хей, всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в Let's Play Cosmos! Ставьте лайки и погнали! Сейчас за моей спиной вы наблюдаете сборку космической станции. Всё-таки я сумел наконец-то заставить эту штуку работать, но, к сожалению, будет один небольшой минус. Сейчас вы его увидите. А вот и минус, ребятки, то, что станция у нас, к сожалению, не влезла. Давайте всё по порядку, смотрите. Я временно, пока тестировал, в креативе находился как раз-таки и поставил сюда креативное питание. А знаете, какой самый большой недостаток всей этой площадки, ребята? То, что она, оказывается, может быть только 16 на 16 блоков. И из-за этого станция просто была больше и не влезла. А здесь я сделал вот такое вот разграничение, потому что всё равно вот эти куски станции попросту не влезут. И нам придётся, ребятки, сейчас отправляться в космос и как раз-таки уже на месте строить, отстраивать станции. А значит, есть у меня такая затея, ребятки. Если мы хотим высаживаться на каких-то других интересных планетах, я думаю, нам понадобится вот такой вот сканер. Данный сканер, ребятки, вы можете посмотреть в обзоре модов на моём канале. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Так что заходите, смотрите модик. Так, а значит, нужно нам сделать вот такой вот сканер. Делается он достаточно просто. И нужно сделать вот такие шаблончики, которых я сделаю сразу 7 штук. Пускай будут на запас. Серьёзно? Чтобы сделать станцию модификации костюма, нужно всего лишь структурный блок и верстак? Давайте-ка его сделаем. Потому что в космическом пространстве он, я думаю, нам пригодится. Ну что ж, ребятки, забираем со сборщика космических станций наш контейнер с космической станцией. И обязательно забираем вот такой вот чип. Чип адреса космической станции. Так, быстренько мы знаете, что делаем, ребята? А вот этот чип мы пока что убираем вот сюда. Пускай у нас побудет здесь. И здесь нам нужно разобрать пока что нашу ракету. А нам нужно добавить отсек для спутника, ребята. Чтобы можно было запустить космическую станцию в космос. Так, нажимаем строительство. Наша ракета быстренько построилась. И давайте посмотрим. Итак, у нас есть отсек для спутника. Куда мы кладём контейнер с космической станцией? То есть сейчас я вам его покажу. Вот он. Так, а далее в автопилот мы, наверное, ставим чип адреса космической станции. Полетели запускать нашу космическую станцию. Три, два, один. Полетели. Оу, еее. Пока, Земля. И привет, космическая станция. Мы, дорогие друзья, летим на самой верхушке ракеты. Я, наконец-таки, стал нормального цвета. Просто удивительно. Ну что ж, сейчас посмотрим, как будет выглядеть вывод космической станции на орбиту планеты Земля. Там, я думаю, мы построим огромнейшую космическую базу. О боже мой, ребятки, мы, походу, на орбите Земли. И где же наша космическая станция? Давайте нажмем пробел, чтобы сесть на космическую станцию. А в предыдущих выпусках мы побывали, ребята, на Луне. Если вы хотите, чтобы я построил базу на Луне, ребятки, обязательно ставьте лайки и напишите об этом комментарии. Только нет, только не краш, пожалуйста, игра. Какого лешего происходит? Я не понимаю. Кто-нибудь объясните мне, что сейчас происходит. У меня крашнулся Майнкрафт, и при этом, ребятки... Фух, ракета приземлилась. Ладно, я... Фух, я не получил урона, я приземлился. Стоп, подождите. Подождите, серьезно? Фух, реально, здесь сейчас есть слаймовый остров в космосе. Охренеть просто. У меня просто нету слов, ребятки, ладно? Давайте начинать строить станцию. Мы теперь в открытом космосе. И как я полагаю, ребятки, если мы упадем вот куда-то вот туда, то, скорее всего, не выживем. Тихонечко спускаемся, и мы на космической станции. В принципе, кислород у нас мог бы производиться, да? Но единственная проблема, то, что станция у нас собралась немножечко короче, чем должна была быть. А вот здесь на один блок длиннее должна быть, здесь на целых 2-3 блока. Ладно, давайте это быстренько сделаем. Фух, ребята, вы не представляете, как было тяжело достраивать космическую станцию прямо в открытом космосе. Но все же я это наконец-то сделал. Ладно, давайте спускаться внутрь. Самое главное здесь, конечно, не упасть. Так, вот здесь у нас находится как раз-таки впускной клапан. И очень-очень осторожно спускаемся. Так, оп. Так, ладно, дверку пока мы не открываем, ребятки. Давайте, знаете, что сделаем? Сделаем вот эту площадочку немножечко побольше. Потому что, мне кажется, я скоро просто упаду и вряд ли попаду вовнутрь. Так, ладно, заходим. И здесь, по идее, у нас должен быть кислород. Оу-е, ребятки, у нас есть кислород. Да, детка. Теперь давайте посмотрим нашу космическую станцию в действии. Пожалуй, я шлем надену обратно. Давайте доделаем вот эти вот моменты, которые я изнутри пока что еще не сделал. Космическая станция пока что достаточно маленькая, ребятки. Но на самом деле реально лучше космическую станцию строить в космосе. Потому что это гораздо удобнее, нежели собирать космическую станцию на Земле, которая потом у вас в итоге не влезет на платформу. Как, например, у меня в предыдущих сериях. По идее, если мы сделаем вот так... Да, кислород у нас сразу заканчивается. Но если закрываем, то кислород, соответственно, держится. Нужно будет сделать двойную дверцу. Но это чуть будет позже. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за интересные штуки. Контроллер высоты, ребятки, отвечает за то, насколько мы далеко, например, от Земли. Давайте-ка попробуем поиграться с ним. Например, сделаем вот так вот. И мы, смотрите, ребятки, мы действительно отдаляемся от Земли. Ну, кстати говоря, остров тоже вместе с нами отдаляется. Так что, наверное, не будем эту штуку трогать. Давайте в полосе зеленой ее оставим. Это, как говорится, норма. Далее, ребятки, штука находится такая интересная. Называется контроллер ориентации. Лучше контроллер ориентации на самом деле не трогать. Иначе станция будет вот так вот хаотично крутиться. И это будет не очень хорошо. Как-нибудь я потом вам это покажу. Так, и далее у нас идет, ребятки, контроллер гравитации. Давайте его сделаем нормальный в пределах земной. Так, а если сделаем вот так, я думаю, будет гравитация максимальная. И постепенно, как вы видите, гравитация у нас приходит в норму. Так, видите, потихонечку мы уже начинаем прыгать меньше, чем до этого. И постепенно гравитация будет, скорее всего, как земная. Итак, астронавты, давайте-ка отправимся тогда снова на землю и сделаем себе джетпак. Или, по крайней мере, попробуем сделать, чтобы полетать по открытому космосу. Ну что ж, погнали. Ставим чип земли. И теперь, если мы садимся, мы видим, что нам написано типа точка назначения Земля. Итак, ракета заправлена, ребятки. Давайте отправляться на землю и делать новый джетпак. Полетели. Оу-е! У нас есть первая космическая станция, ребятки. О, да! Теперь мы можем летать с земли на космическую станцию и обратно. Оу! Где это мы, черт подери? Подождите-ка. Это немножко не похоже на мою базу. И это очень-очень странно. Итак, ребятки. Сделал я, в принципе, три специальных модуля, которые позволяют нам летать. И сейчас мы будем их заправлять и тестировать. Так, как я полагаю, для работы нам нужно заправить баллоны водородом. Мы можем теперь летать. Нажимаем Z и теперь реактивный ранец работает. А разбиться мы не сможем из-за того, что у нас стоит специальный апгрейд в тапках, который позволяет нам не разбивать. Так, поставил я еще один апгрейдик, ребята. И теперь при нажатии Shift и Z мы можем планировать. При этом топливо, конечно, будет тратиться, но мы теперь можем летать практически как в креативе. Чего, в общем-то, я и хотел добиться. Так, эти апгрейды, кстати говоря, добавляются в шлем. Так, положим последний апгрейд, улучшение, контроль скорости полета. Поставим и посмотрим. Так, включаем реактивный ранец и мы летаем очень-очень быстро. Вот это я понимаю, ребятки. Ладно, сейчас положу второй баллон в наш костюм и можно будет отправляться на космическую станцию. Включаем режим парения. Теперь мы можем спокойненько летать рядом с нашей космической станцией. Вот так, кстати говоря, она выглядит сбоку и, например, снизу. Вот такая вот маленькая космическая станция, но достаточно уютная. Ну что ж, наконец-таки летим, ребятки, на этот островок и посмотрим, как же он, черт подери, здесь вообще существует. Это очень-очень странно. Напишите, ребята, ваше мнение, откуда он здесь вообще взялся и почему именно здесь. Так, слаймовый островочек. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Вот такой вот выпуск мы, наконец-таки, вывели космическую станцию на орбиту, а также сделали себе джетпак. Я думаю, в следующих сериях мы отправимся на Луну и будем там выстраивать целый город или колонию, если наберем много лайков. Так что давайте, ребята, лайки, подписки и увидимся в следующей серии совсем скоро. С вами был канал Unreal Игры и я вас всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok